Когда мы жили на Поляне, в один интервал времени дождь шел больше суток. Представляете? Так зарядил, что тогда на Красной Поляне случилось стихийное бедствие, сходили сели с гор. Я помню, как одну машину перемолотило эту селью, как из мясорубки. Там отачки не осталось в натуре ничего. Из-за этих сильного грязевого потока все палатки на набережной вдоль реки Мзымта на Розахутер были выброшены, проломив металлическое ограждение в реку Мзымта. Какая часть пошла по руслу, по реке. И впоследствии это все потом краны доставали. Центральная площадь была затоплена грязью. Было жестко. И вчера у нас тоже зарядил дождь и шел больше 24 часов. Я тогда в инстаграм выложил сторис и сказал, блин, что теперь-то будет? Что ожидать после этого дождя? И вот наступило сегодня. Вы сейчас сами все увидите. Всем привет, вы на канале Семя на чемоданах. Меня зовут Славян. Все мы сегодня дома, потому что на улице хоть и тепленько, но достаточно сильный ветер, такой прям сногсшибательный. Мы утром уже приезжали на море и то, что мы увидели, я сегодня покажу вам. Перед тем, как вы начнете смотреть данный выпуск, поддерживайте выпуск лайком, делайте репосты. Это очень хорошо помогает в развитии канала. Давайте начинать смотреть. Погнали. Я вас приглашаю сейчас прогуляться по пляжам. Я покажу обстановку на море, покажу цвет моря, покажу, что выбросило. Короче, шторм ночью был просто нереальнейший. Итак, давайте смотреть. Мы сейчас с вами находимся на нашем одном из любимых пляжей Крылья Балтики. Он находится перед границей с Абхазией. Дальше начинается нейтральная территория. Здесь огромная береговая линия. Этот пляж самый дешевый из пляжей всех, какой только есть. За трубами находится кемпинг. И смотрите, что, ребята, творится сегодня с морем. Это просто что-то нереальное. Вон там за забором вытекает река Псоу. И вот это вот все пришло, ребята, именно с гор, что сейчас творится в горах. Мне тяжело даже представить, но там реально по-любому творится жесть. Посмотрите, ребята, это дерево. А большое дерево выкинуло из моря. Цвет. Цвет моря, ребята, он, я не знаю, это коричневый, грязный. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нас чуть не накрыло. Вот прям к дереву. Видите, волна подошла. Палки. Очень много мусора. Смотрите, что творится. Это река Псоу. Мы с вами дойдем как раз до реки Мзымта. Ну, не дойдем, точнее, доедем, да. Я буду на некоторые пляжи заезжать и показывать атмосферу, что вообще творится. Я, ребята, в жизни не видел такое море. Цвет такой видел. Были, когда шторма, он был посветлее, не такой. И чтобы столько увидеть здесь досок, мы сегодня стояли на пляже, на нашем, на Магеллане, с детьми. И просто из волны вытаскивается, ну, его выкидывает, так вышвыривает, можно аж сказать, пень. Такой огромный пень. Я тоже это в сторисе показал. Посмотрите, как оно буянит, ребята. Ох-ох. Ну, только гляньте, сколько выкинуло с моря. Жесть. Чего тут только нету? Я сегодня там и игрушки детские на пляже находил. Ужас, ужас. Посмотрите, какие огромные полуны вообще. Вот так вот. И в море, посмотрите, сколько еще плавает. Ух-ты, прям. И все себе. Нас чуть с вами не накрыло сейчас. И кое-как убежал. Посмотреть, как оно долбит. Ох. Так, простите. Дострелила. Аж до вас дострелила. Чего только нету в нашем море. О-о-о-о. Молоко, банки, склянки, бревна. Вот это вот все, это пришло с гор. Если вы встречали такое море, видели вот такой цвет, пишите в комментариях, как вам просто. Мы сегодня настолько охренели. Я по-другому даже сказать не могу. Учитывая, что сегодня... Ух-ты, как бьет. Учитывая, что погоду писала теплую. Если бы не ветер, было бы тепло. А завтра вообще 23. И я думал, завтра мы пойдем вместе с вами купаться. Ага, пойдем. Прям побежим. Это что-то нереальное. Какие волны. Ужас, ужас, друзья. Мы сейчас с вами дальше перейдем на пляжи. Посмотрим, какая обстановка там. Пойдемте. Ребят, вот я уже доскочил до Магеллана, так называемая. Мы так называем этот пляж Магеллан. Здесь обычно мы всегда оставляем машину. Здесь, в принципе, можно найти место. Единственное, конечно, что в сезон здесь, ну да, непросто. Так, сейчас мы с вами подойдем на набережную. Посмотрим, что там творится на берегу. Гуляют ли люди. Аж интересно. Утром люди были. И все были в шоке. Так, ну да, видите, здесь уже вообще поспокойней. Утром просто прям даже видел, как на самокатах катаются. А сейчас вот уже нет. Даже закрыли палатку. Сегодня она функционировала. Сейчас нет, только птички поют. Молодцы, хоть птички поют. И вот женщина, которая торгует цветочками. Так. Самокаты вон зато все в линию выстроились. Мороженое функционирует. Тишина, ух ты, я давно не видел. Вот так вот, чтобы прийти на Эмеретинку и никого. Это, конечно, классно. Набережная. Ну вот самые отважные походу гуляют. Вот кто-то самый отважный с зонтом. Блин, ребята, что тут творится? Сейчас мы с вами пройдем небольшой отрезочек. Все, я вам покажу. Вот он, Магеллан. Поэтому мы и пляж так называем. Тарататамс. А вот и море. Че тут творится? Вы только гляньте. Я прошу прощения, если вам задувает микрофон. Наверное, я вот так вот сейчас сделаю. Вот так вот встану, чтобы вам было видно. Посмотрите, какая полоса досок выстроилась, чтобы вылететь на берег. Это что-то нереальное. Вообще капец. Ладно, давайте мы сейчас с вами пройдем прямо к пляжу. Поглазеем на эти огромные бревна, ветки, доски. Ух ты, да, все равно. Вот такая в любом случае погода тоже кайф. Ну, не знаю, я вот первый раз это вижу. Для меня это прям ничего себе, ничего себе. Посмотрите. Просто нереально. И сегодня, кстати, с утра просто кому не погода в кайф, так это с серфером, которые сразу зарядили свои парашюты и начали катать. Прям молодцы в этом плане. Гляньте, я просто иду, даже уже не среди гальки, а просто среди вот этих досок кусок бревна. Обалдеть. Все изогнутые. Ой, какой ужас. Да, вот кто-то вот так вот стоит, кайфует, наслаждается. Даже с гвоздями есть. О-о-о, чуть не накрыло. Вообще, вот это да. Посмотрите, бамбук воткнулся просто в доску. Здесь даже можно растения изучить, бамбуки, какие-то елки. Вот это же самшит, по-моему. Наверное. Как мне кажется. Идем в такой с вами глубине, среди досок чернющего моря. А здесь, кстати, цвет, видите, он такой же. Не такой коричневый, как возле реки. Посмотрим, какой цвет моря возле той реки, возле Мзымты. Вот, я вам рассказывал, что я сегодня игрушки находил. Вот, пожалуйста, вот они все. Видите? У меня мальчишки не стали их брать. Вот так вот положили. Пусть лежат. Посмотрите, какое бревно. Я сегодня вставал, кстати, на него фотографироваться. И чуть не накрыло волной. Вот так вот. Вот такая обстановка. Жесть. Ладно, пойдемте дальше. Смотрите, какая скаловичкая волна. Вот эта волна, а вот идет. Ой-ой-ой. Нас с вами чуть не накрыло. Вот прям чуть-чуть, и я бы сразу намок. Да, друзья, вот такие дела у нас в Меретинке. Меретинки. Смотрите. Да, вообще просто такая. Ну вот сверху лучше было видно. Вон, смотрите, бревно вообще плавает. Гляньте. Большое. А сейчас покажу вам пень, который выкинуло. Которое выкинуло в момент, когда мы гуляли. Вот он, пенек лежит. Вот он, смотрите. Вот такой вот огромный. Просто пошел большой такой баран с моря. И прям, бух, я смотрю, нифига себе. Гляньте, он здоровый. Вот это да. Но согласитесь, все равно по кайфу и в такую погоду погулять. Есть свой кайф. Вот даже мячик, видите, спустился. В горы. Что-то только не найдешь. А завтра, если все утихнет, здесь, наверное, будут с металлоискателями ходить. Периодически вас будут протирать. Дождик моросит. От волны бьет. Да, друзья. Вот такой вот. Вот такая вот погода. Апрель. Я тут уже говорил тоже в инстаграме. У меня такое чувство, что март укусил апрель. И передал свою вот эту непонятную погоду апрелю. Все тут удивляются, кто давно зимовал в Сочи, живет в Сочи. Все говорят, март самый холодный, самый ветреный. Но в конце марта уже должна быть идеальная погода. Вот тебе здрасте. Уже апрель какое-то, число 6-7. А вот тут вот так вот. Ладно, мы сейчас с вами двигаемся дальше. Перебираемся на те пляжи. Хочу заглянуть на пляж, который исчез. Там, где большие булыжники возле Олимпийской деревни. Ну, а вы со мной. Погнали. Так, ребята, мы сейчас с вами добрались до пляжа Рэдисона. Сейчас посмотрим, какие здесь злает наш любимый пляж. Один из любимых. Здесь всегда песочек. Здесь так хорошо. Давайте смотреть. Так, слушайте, ну тут огромные изменения. Посмотрите, как все укатали. А кто не знает, как здесь было, можете глянуть выпуски, посмотреть. Здесь была огромная куча песка. Здесь играли дети. А сейчас все, смотрите. Все укатали, поставили завесы, навесы, да, точнее балки для этих навесов. Все, прям все готовится. Увеличили береговую линию песочную. Ну, по кайфу. Ну, и море, сами видите, вместо лавочки теперь вам бревно валяется. Да. Ну, и цвет моря здесь, конечно, почище, да, чем на первом пляже на Короле Балтики. Мы с вами смотрели. Это непосредственно набережная. Но люди все равно продолжают гулять. Отлично. Так, вот такая здесь обстановка наша, любимая, булочная. Может быть, кому-то будет нужна. Так, давайте отправляемся с вами дальше. Что, ребятки, мы с вами приехали в Эмеретинский порт. За моей спиной эмеретинские курорты. Давайте здесь с вами пройдемся, посмотрим, как водичка в порту. Дойдем до исчезнущего пляжа. И посмотрим, как обстановка там, есть ли там волна. Вообще, тот пляж. Поэтому исчез быстрее всех, потому что там всегда очень сильные волны. Но посмотрим. Так, Эмеретинский порт. Какие сюда яхточки позаходили. О, вы только посмотрите, вон стоит одна. Вот две штучки. Ух. Блин, роскошные. Ну, здесь там море нормальное. Сюда ничего не пришло, как говорится. Здесь вот уже облагораживают. Смотрите, скоро, наверное, откроется. Здесь, кстати, мы брали тогда самокат. Посмотрите выпуск. Вот так он выглядит. Я взял в аренду самокатный шеринг, показал, как работает приложение, сколько стоит. Мы отсюда проехали на самокате до конца Олимпийского пляжа, то есть это до границы с Абхазией. Вот поэтому, кому интересно, зайдите, посмотрите. Ссылочку я оставлю под этим видео. Итак, здесь, в общем, очень много всяких палаточек. Конечно, когда здесь хорошая погода, здесь столько всех людей. Здесь можно взять мотоцикл. Ну, сюда заезжают мотики, короче, здесь прям стоят. Вот, можно прокатиться там за определенную сумму. Здесь есть искусственная волна. Вон там вот сурф-кафе. Очень хочу попробовать, когда будет погода. Надеюсь, ее в мае уже включат. Такая фотозона. И Меретинский хэштег. Вот. Сейчас пойдем с вами уже непосредственно за вот эти бело-синие бетоны. Зайдем туда и посмотрим на пляж. Ну что, друзья, заканчивается порт. Вот он, въезд, если вы можете так назвать, этот порт. И пошли вот эти булыжники. Здесь слева олимпийская деревня. И нам нужно с вами сейчас забраться сюда. Оп, вот так вот. Оп, и все. И мы с вами прям вот это сюда вообще. Посмотрите, сколько херни сюда принесло. Ну, это вообще, короче, прям топчик. Так, нам нужно сейчас с вами перепрыгнуть на тот камень. Опа. Так, готово. Ну, пойдемте гулять по этим камням. Кстати, здесь однажды я гулял. И вот в этих камнях я нашел, ребята, мертвого дельфина, который запутался, видимо, когда была волна. Выпрыгнул, запутался в камнях. Ну, естественно, погиб. Там была его кровь. Кому интересно, ух ты, какая волна, что пугало. Кому интересно, залетайте в это видео. Ссылочку я оставлю под этим видео. Просто нажмите и посмотрите. Гляньте, сколько здесь палок. Не пойму, докуда бьет волна, но мне кажется, она прям куда-то сюда добивает. Сколько бревен, гляньте, у-у-у, вообще. А вот это, конечно, ну это жесть. И все сюда, короче, пушик. Видимо, все сейчас, что есть на море, все сюда приходит. Опять-таки, если вам видно, вот здесь цвет еще нормальный. Вон там уже пошла прям коричневая полоса от реки. Тут, как бы, в принципе, море, это так-то норм. Давайте немножко с вами здесь пройдемся. Попрыгаем по камням. Вообще, конечно, сюда лучше не суваться. Здесь в любом случае опасно ходить. Можно сорваться, оборваться и куда-нибудь провалиться вот в такие щели. И застрять. И попробуй, как говорится, потом докричить. Видите, как волны. Смотрите, как бьют здесь. Вот волна идет. Вот так вот навалены здесь, ребята, булыжники. Вот можно видеть остатки бетона. Да, то есть раньше по нему все ходили. А сейчас все. Сейчас вот только булыжники и пляж. Все, он исчез. Родная галька. Какая-то еще проволока. Непонятно от чего. Да, ну все, дальше не пойдем. Смысл понятен. Все доски приехали сюда. Приехали, приплыли. Сейчас мы с вами пойдем на пляж, который называется Сучфония. Возле реки Мзымта. И, соответственно, посмотрим, как дела там. В общем, ладно, ребята, погнали. Ну что, друзья, мы с вами приехали на пляж Сучфония. Здесь вот такая у них территория. Здесь, конечно, в сезон сейчас все откроется. Здесь будет прям, я думаю, нормальный аншлаг. Здесь туалет, туда какие-то входы. И мы с вами погнали, прям погнали, погнали. Посмотрим, какие здесь дела. Слушайте, пляж. Вообще, сам по себе, кайфовый. Оформил классно. Мы тут тоже гуляли, ходили, делали обзор. Я выпуск обязательно прикреплю. Но я хочу с вами пройтись и показать вам морюшко. Показать, как разлилась сильным взымта. Да ни хрена себе. Вот это поворот. Слушайте, я сейчас вам сделаю вставочку. И покажу, и покажу, какие дела здесь были до вот этих дождей. Ёп. Прошу за мой французский. Здесь просто нахрен все смыло. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Да вы чё, здесь просто берег исчез. Да ну нафиг. Вот чтоб вы понимали, друзья. Вот тут вот проходила коса. Через неё перебирали сёрферы и переходили на ту сторону. Я сейчас вам всё прикреплю. Увидите. Почему, кстати, этот пляж считается для сёрфингов хорошим, да? Для сёрферов. Потому что гляньте, как идёт долгая волна. Вот она начинается, смотрите, и пошла. И здесь серпить, конечно, нормально. Меня кто-то поправил там в комментариях. Я сказал рай для сёрферов. Да какой это рай? Ну, среди нашего побережья-то здесь вообще классно катают. И бывает очень хорошая волна. Вы только посмотрите на эту жесть. Блядь, это жесть. Это вот это всё, прикиньте, сходило с горы через вот эту реку Мзинта. Пляж Мандарин, комплекс Мандарин. Ещё этот пляж называется Жемчужина Сочи. Так, давайте с вами теперь туда пройдёмся. Посмотрите, тут чё только нету. Теннисный мяч. Офигеть. Древно. Вот это да, тапочки, пенопласт какой-то. Так, здесь дорожка вот эта заканчивается. Видимо, убрали. Как сильно сбило берег, друзья. Здесь был берег, я здесь ходил. Здесь не было вот этого обрыва. Гляньте, гляньте какой скос. Вот так вот, наверное, схожу, так лучше видно. Охренеть можно. Вот это да. И это, конечно, ужас. А вон какое дерево большое лежит. Да, просто поглядите. А там сейчас затусовка такая под мостом. О, да там вон даже тусить можно. Я и не знал. Вот так вот висят груши какие-то, колёса. Вот это намыло. Слушайте, по загрязнению из-за реки этот пляж, он прям вот он в топе, да? Здесь можно всё, что угодно найти. Надо вот можно тапочек, вода недопитая. Ужас. Вот это ужас. Вот это, друзья, экология. Поэтому, когда вы просто хотите вышвырнуть бутылку или не убрать за собой мусор, когда вы где-то отдыхаете, то всегда знайте, что вот это вот всё уходит в океан. А потом от этого умирают люди. Рыбы, дельфины. И, короче, все мы от этого очень сильно страдаем. Но это жесть. Слушайте, я вообще даже не ожидал здесь такого видеть. Вы просто представьте, сколько здесь сотни килограмм. Ну, во-первых, понятно, мусора. А во-вторых, сколько здесь дерева. Охренеть. Вот всё, что угодно представлял, но только не такой масштаб. Не такой масштаб. Гляньте, какие здесь волны, да? Так, сейчас мы с вами пройдёмся в ту часть. Попробуем с вами посмотреть, как дела там. И мне очень хочется посмотреть на этот поток, который идёт сейчас. Взымте с горы, с какой скоростью он движется. Пёсень какой-то без... Так-так, не надо замыть. Да. Жёстко, жёстко, друзья. Ладно, давайте подойдём туда, к реке. Так, вот мы с вами подходим. Вот тут был берег такой аккуратный. Мы катались, сидели, да, катались на этих качельках. И берег туда уходил, ну, ещё метров на 10. А дальше было русло. Да, слушайте. Поток нереально какой-то мощный. Сейчас попробуем с вами подойти поближе. Увидите. Здесь, кстати, вот беседочки. Можно вот так вот пожарить шашлычок-машлычок. Да, гляньте, гляньте, с какой скоростью выходит мзынта. И бьёт, получается, туда обратным течением. Вот где вот эта вся баранка сейчас происходит. Цвет. Ну, цвет, конечно, да. Мама, не горюй. Вообще просто это... Ну, это грязь, да, вы понимаете. Это сели. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй, да. Вот, если вы приедете в сезон, попадёте в какой-то период дождей, то, ну, и остановитесь, да, где-то вот неподалёку, то знайте, что после дождей будет такая история и такое грязное море. Ну, просто чтобы настолько выносило с гор, я, конечно, не видел. Вот вообще первый раз для меня это прям открытие. Посмотрите, так, давайте поэкстремалим. Сейчас пройдём вот сюда с вами. Оп, на этот бетон. Смотрите, с какими барашками несётся река. Просто в каком-то круговороте. И это... Она прям неплохо так развелась. Ой, вообще, там-то как берег смыло. Вот просто она вот сюда вот шла. Вот видите небольшой островок? И всё, она вот так вот шла. И небольшим ручейком туда уходила. А сейчас, получается, она расширилась. Я даже не знаю, сколько здесь метров. 300, наверное. Сбило вот так вот сильно берег. Блин, это вообще жёстко. Вот что творит, ребята, погода. Точнее, непогода. Ну что, друзья, вот такой выпуск у нас с вами получился. Показал вам, что у нас творится с морем. Какая у нас сейчас непогода. Делайте репост данного видеоролика в свои социальные сети. Это очень помогает развитию канала. Ставьте лайк данному выпуску. Пишите свои комментарии. Я с вами прощаюсь. До новых выпусков. Увидимся с вами уже завтра в новом видео. Всех обнял. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok